Всем привет! Сегодня у меня день рождения, поэтому немножко размышлений на эту тему. Конечно, возможно, есть люди, кто с радостью всегда отмечает свой день рождения. Я тоже раньше это любила. Как тот, наоборот, может не очень любит, потому что с каждым годом мы старше, а всем хочется оставаться молодыми, веселыми. Вот. Так что, как-то так, я не знаю почему. У меня тоже такое началось, что вот каждый день рождения неохота, чтобы поздравляли. То есть есть люди, кто любит, что его много поздравляют. Я, наоборот, думаю, вот бы поменьше людей написала или забыли бы. Вот такая вот странность. Вот. Еще хорошо сейчас в основном по переписке поздравляют, потому что раньше чаще звонили. Ну, конечно, сейчас это не было бы удобно, потому что во время работы трубку взять трудно. Вот. А потом перезванивать тоже. Хотя когда-то все было по-другому. У меня, я помню, как-то было ВКонтакте, что-то несколько тысяч друзей. Не помню, сколько точно. Потому что периодически чистил. Наоборот, добавляла. Но так как сейчас у меня где-то больше шести тысяч подписчиков, скорее всего, где-то так у меня и друзей было. И они все поздравляли. И всем мне ответишь. Я не помню, я пыталась отвечать. Это было трудно. Но мне было так приятно. Я думаю, вот сколько людей меня знает, поздравляет. Ну, а сейчас я как-то думаю, чем меньше, тем лучше меньше отвечать. Хотя, может, вы меня переубедите. Это неправильно. И можно радоваться. Вот. Ну, радоваться можно только в том случае, если думать не о том, что ты становишься старше, а о том, что, во-первых, какие достижения ты получаешь. Точнее, чего ты достигаешь. Чего ты добиваешься в каком-то возрасте. И особенно, наверное, у тех, у кого не получается добиться того, чего они планировали. Этот каждый день рождения может быть не очень радостным. Ну, в том плане, что вспоминаешь о том, чего еще не получилось достичь. С другой стороны, наверняка есть люди, кто и не пытался ничего достичь, а просто любит отмечать праздники. Вот. Ну, и еще один вариант относиться ко всему философски. Например, был бы у меня день рождения, не было бы все равно я это я. И сколько бы календарно не было лет, то есть я все равно останусь с собой и той собой, которую я смогла создать. То есть если я, например, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, то значит, буду хорошо себя чувствовать, в принципе, в любом возрасте. Ну, и можно будет, как вот есть, например, учитель йоги в 100 лет, вот я иногда на ютубе смотрю, то есть можно будет минимизировать какие-то вот с возрастом приходящие проблемы и укрепить себя. Что касается образования, мудрости, это тоже с возраста накапливается, накапливается опыт. И можно сказать, что если мы действительно более наблюдательны, делаем выводы, то чем старше, тем мы можем быть мудрее и яснее смотреть на вещи. Минусы, могу сказать, такие, что в более молодом возрасте легче можно было сходить на какую-нибудь тусовку, на концерт. Ну, легкий на подъем называется. То есть не составило бы труда и пойти куда-то организовывать мероприятие было легче. Хотя это не значит, что нет организаторов постарше. Как раз наоборот, я таких встречала. Вот. Так, я записала первую часть видео, потом еще запишу вернуюсь к вам.